Я уже шишки набила человека кучи. Я говорю, а сейчас из меня еще плохого человека сделают. Он запретил его. Стоим внимательно, я расколо понял. Потом это... Вот этот человек, который... Я организовал что-то. Уже! Уже! Здорово, спасибо! Здорово! Виктор Владимирович, если ты слышишь, он же сайт приобрел в «Кортосбол». Как раз из-за этого человека. Потому что сайт разнопарчивался, названный Виктор Владимирович. Виделось бомба, протоколы, все как ведется. Все-все-все. То есть человек у него тупо переграют. Помимо того, он хотел, что... Ну, он как бы никого не обучал. А брал просто у Виктора Владимировича все. Пронометристов. Этих... Судей, ну и так далее. Один, 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 спокойно один! Да, да. Хотел... Меня что-то... Ну, Виктор Владимирович пошел. Он, в принципе, сейчас, да, снимает. Он, там, по-моему, начал снимать. Ну, то есть те, которые идеи у меня были, он, в принципе, их реализовал и молодец. Ну, как какашка вести, это не очень хорошо. А сейчас на Шервуде, получается, там этот турнир проходит. Ну, сначала на Шервуд пошли. А сейчас все больше и больше кому отсюда приходит. Так, понимаешь, разница в Шервуде? Он снимает, снимает. А потом скажут, ну, мне нужно на видео, и все. Правая еще держит. А тут все-таки я бы не верил в чем хорошо. Здесь фиксированная ставка. Здесь уже онлайн-трансляция. Здесь полные матчи, то есть это редиски. Тут нарезки. Тут всячески и интервью, и телепередачи, и вообще хау и хау, которые тут посмотрели. Можно, если судьи плохо судят, подать апелляцию. Да. Ну, все по полной программе. Мне как... Давай ниже, ниже. Сороком выпускает. Кто, Женя? Стоим, 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 стоим. Женя работал, смотри, вот этот мужчина, с которого Женя работал, он раньше работал у Виктора Владимировича. Да. И он был один из первых операторов, который обучил Людочку. То есть Людочку он постоянно матюкал, она все не так делала, не так снимала. Дело в том, что к тому человеку, которому я послала Женю, он действительно делает настоящих операторов. Как бы, я не настолько профессионально, у него своя студия, он, ну, то есть люди курируют по городу, делает эконом свадьбы. Уже совсем видеосъемка, если это... Ну, короче, он молодец. Он был Виктор Владимировича, потом он начал его шантажировать, что если не подвинет зарплату, он... Ну, Виктор Владимирович сказал, он в своей манере. И Виктор Владимирович взял. Людочка одна из худших была операторов. Ну, он говорит, ну, давай будешь. А раньше, как, я когда начинала снимать, мы не снимали все игры. Мы снимали те игры, которые заказывали, делали диски. И, по-моему, за 10 нарезок я получала какое-то количество денег. Зарплата наша начиналась с 7,56. Можно встречать, можно, внимательно. Один. Саня, саня. И получается... Недушка уже меня. Один. Виктор Владимирович, ну, я думала, что он что-то говорит. Ну, я хочу, чтобы ты уже как Людочка работала. Ну, я так посмеяла. Ну, да. Ну, с повара, слышишь, в оператора еще поработала, еще не все сама у меня. Потом он объявляет на собрание, что я действительно буду оператором. Люда. Рядом можно. Людочка начинает сбиться. А я подхожу и прозрачу. Ну, это же Люда на работах как-то, ну, красивая, красивая. Она говорит, ты не переживай. Она денег больше будет получать, чем получала. Люда такая, знаешь... Может, ты откажешься? Ну, я же всегда, что будет, что будет. Ну, Люда дала мне первых девочек. Здорово. У нас раньше видеосъемка была на пионере с этого. За сеткой. Ну, черти шута подняла. Я взяла. У нас делали в то время окна. Подняла штатив на этот, ну, вот эти козлы, которые высокие. Протянула вот линейки. Люда сбунтовала специально девочек. Даже те, которые могли там снимать и лазить и все. Они все от меня получили. Ну, я нашла удачный идлог, чтобы брать и мальчиков на работу. Потому что раньше негласное распоряжение было. Доктор Владимирович. Сейчас снимают только девочки. Потому что это женская работа. Тогда я начала брать мальчика. Они себя показали более обоносливыми. Ну, допустим, я-то и, ну, сколько, пять суток с ними. Они могут и десять отсидеть. Они сидели. У меня хорошие, плохие новости. Какие? Операторы. У меня есть оператор. Ну, плохая, что это ночь. Он говорит, ну, ладно. Он согласен лазить. И потом вот это, то, что у нас сейчас вышка. Он спрашивал меня, как сделать так, чтобы снимать. Было удобно. Говорю, тут надо вышку прямо в стену вмонтировать. Ну, то есть вот это я все придумала. Где надо вышку. Да, мы снимали сначала там то с окна, то оттуда, то оттуда. И все не шло. Когда снимали за сетки, то не видно было голов ближних. Потом съемку подняли на, это, на Хнуре или как ХНУВС, ой, это, ну, короче говоря, вот там в институте, зеленый пол. Там тоже стояла вот эта вышка. На вышку начали залазить. Ну, пришла одна стервочка-девочка, которая не хотела туда лазить и начала спрашивать обезопасности. А там идеально симпа даже в шахматной поле. Ну, взяли нас оттуда сняли. А потом я помню, что Радик тогда еще работал. Ну, девочка-то, ну, явно она как-то, ну, какое-то личное отношение там к некоторым людям имела. Потому что, ну, она настолько себя вела, она не рада. Я говорю, так, Радик и Торта вы выходите, а те остаются выходными. Ну, почему? Потому что кто лучше снимал, тех я поставила, а их было мало. Оно начало требовать, чтобы я ее поставила. А я говорю, так, тысяча, запасная. Будешь лучше снимать, сразу поставлю точно так же, как Радик. Радик начал. Позвонил я, говорит, я тебе свои. Я говорю, Радик, я ее поставила, потому что она там, ну, плохо снимает, у меня были неприятности. Я хочу, чтобы у меня все было хорошо. Радик это, короче говоря, заманчал. А потом она мне говорит такую фразу, я тебе это припомню. Я говорю, Радик, ну, а он общался с ней. Она, получается, с Радиком пошла, как бы, с Радиком и девочкой. Я говорю, что она не хочет. Серьезно, я не хочу больше. Просто, знаешь, один человек спокойно. Ну, ладно, нет и нет. Ну, хорошо. Серьезно. А второй, ну, вот так вот, вот так вот. Серьезно. Спасибо, что дойдет. Один. 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 Понимаешь, ничего такого он не говорил, ни намеков ничего, и она вот, ну, некрасива, конечно, и потом, девочки у меня, которые работали тоже, они сказали, что на вышке плохо, а раньше, знаешь, как я общалась, я звоню девочке, говорю, солнышко мое, я веду, ты хочешь выйти на работу, пожалуйста, Владимир Ильич, как не слышал, как он начал наметать, он говорит, ты еще в зубы посылаешь, как ты разговариваешь, ты должна позвонить и сказать, так и так, стоишь там, и все, и все, и все должны тебя слушать, а мне было настолько страшно, я как бы всегда в подчиненных ходила, а тут вот это, руководителям подразделения, а еще, знаешь, мои мужики такие были, звонит мне девочка, Лена не работает камерой, ну, просто пакосты делали, я приезжаю, а вначале, там тоже снимали с пола, штатив на полу, ну, черти шоу, короче, я весь емко была до тех пор, пока я не подняла, я прихожу, нахну бы, ну, вот, то, что она, там, как она была, напротив Макдональдса, поняла, где мы копировали с такой, зеленый зал, я прихожу, а там, получается, у нее зарядка, ну, как, она девочка, опытный оператор, как бы с ней такого не могу произойти, просто чуть-чуть отсоединена вторая часть шнура, я включила, говорю, ну, шо это, а, я не увидела, потом опять звонят мне через некоторое время, камера не работает, я прихожу, идет игра, сидят две куши и не общаются, я шнуры, удлинители подергала, все подергала, раз, и все включила, все, все, спокойно, а пацаны, как бы, я просто сейчас понимаю, что девочки реально отхаки в ней делали, ну, они работали, как бы, перешли ко мне, но они все равно считали, как бы, равные, в принципе, и я так считала, как-то, я до этого не чувствовала, что, как-то, что-то я так... Я просто была на виску, и я не привыкла к роли руководящего, то есть, знаешь, я наравне общалась, а потом я тогда увидела, что люди здесь и тем много не понимают, что им надо объяснять, что это, как-то я по-другому начала себя вести. Девочки все смотались, тоже, Катя, прикинь, приходит, а приносит чай наравне. А у меня грязная зарядка, в грязи прям, она где-то уронила и не вытерла ничего. Говорит, Катя, что зарядка? Она как начинает на меня орать. Ты что, я знаешь, что я уезжаю? Я говорю, хорошо, что ты уезжаешь. Говорит, ну, ты уезжаешь, это не я тебя посылаю, тебе что-то сложно за собой вытереть зарядку. Ну, вот так они разбежались, начался сезон ребят. А ребята приходят и нормально снимают, и обрабатывают, и нормально себя ведут, и не хамят, ничего. И поэтому... А? Я... А, нет, ты знаешь, он что сказал мне, как это? Она говорит, я вырос без отца, и мне характера не хватает от этого мужского начала. Я говорю, до конца не понимаю, как это быть мужчиной. И это действительно есть право. А я говорю, у меня до сих пор его объяснительное лежит. Он говорит, что мне писать, когда вот это... Говорю, ну, пиши как есть, я не знаю, что ты написал, что я буду тебе диктовать. Ну, он написал, что... У меня самый виноватый Елена Головина, что я такой белый пушистый. Что она... Он пишет сначала, она сказала, что у меня съемка. А я не пришел, потому что подумала, что я езжу типа вот это... Потому что она мне не позвонила, не сказала, что... Ну, говорила, что съемка. Ну, такое, знаешь, было. Право идем, право выше, право выше уже. Один раз я же говорю, он просто не вышел. Он наив... Ним идем, Тёма, с ним! Когда должен по улице. Мне звонят, говорят, нету оператора. А я опять солица. Понимаешь? Лево, стоим, право выше, Тёма. Не, я дело в том, что позвонила, сказала, у тебя игра. Потом я не могла ему дозвониться. У него не было телефона. И, как бы, он эти проблемы на меня начал, что маме он отдал телефон. Ну, ладно, я не смогла дозвониться. Думаю, ну, человек знает, что на сайт посмотрит и увидит расписание. А потом уже я же не дала свой телефон. Он телефон на выставку. И он же... Ну, говорю, занесешь телефон? Ну, не дозвониться. Я подошла, пришла, забрала у него телефон, потому что у меня не было налогов. Ну, я не знаю. Очевидно, подумал, что я подарила телефон. В принципе, я бы и подарила, если бы у меня не украли. Понимаешь? Но человек уже работал пару месяцев. Он бы мог бы себе точно такое уже купить. Уже три мог бы купить. Самых обыкновенных, самых дешевых. Чтобы можно было звонить. Можно встречать, можно! Хорош, здорово, здорово! Ну, у меня все телефоны... Ну, только сейчас крышка у меня телефона. Потому что на меня начал ругаться один человек. Говорит, это вообще нельзя так, чтобы ты без крышечек ходила. Ну, у меня двухкартачный телефон. Я им пользуюсь. Второй так, который я пользуюсь. Пользуюсь лежать. Вот это происходило. Ну, а потом, что я нормально остановилась. Все потратили. Ты зашифровь сейчас почти утро постоянно. Что-то у меня камера, получается, писала, что пишет. А в самом деле не писала. И вот эта камерка, она старая. Вот утром, днем она, когда светло было, снимала немножко с мучью. Сейчас нормально, а снимала с мучью. Один Николой, один, один! Вот, Людочка какая-то приедет с отпуска. Я возьму, друзья, все камерки. Отнесу, наверное, на бренетик. Пусть их посмотрят, очистят. Ну, вот так вот и было. Ну, а потом вот это, когда Людочка наша постоянно пыталась сказать, что у меня меньше, ну, чтобы себе больше съемок забрать, больше денег, постоянно что-то какать. И Владимирович взял, потом Климова поставил над нами. Проверка видео. Ну, а Климова шоу, она раньше тоже есть из педооператора, как такого. Потом она хронометристом, потом она еще футболист. И она избирает лучшие агалы. То есть, ну, как бы это, наверное, из всех сотрудников. Тут самый ценный человек, потому что у нее опыт в любом месте есть. В офисе, в футболе, в видеоклубке, она везде соображает. То есть, она с 17 лет на ПК универе и работает. Она нашла с оператора, потом хронометрист, потом еще кто-то. Ну, а теперь она в офисе. Видела, чтобы у нас все будет. Ставит штрафы нам и... Ну, короче говоря, лучшие агалы делают. Ну, такое. Заявки принимают полностью в офисе. Ну, а Люда со временем, ты знаешь, она совершенно другая стала. Она поняла, что со мной уже не связывалась. Понимаешь, какая? Я вначале была такая, что я постоянно молчила. И когда они говорили, у меня мама уже не воспиталась. Рядом, рядом, рядом. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Такая воспитание было такое. А потом я уже поняла, что происходило, когда я научилась говорить. И начали, Алисина бабушка начала себя вести. И уже издевательства моральные над отцом прекратились, и над нашей общей семьей, семьей. Потому что я просто открыто начала говорить штрафы. А ты понимаешь, это очень тяжело было вообще, и этот барьер преодолеть разговора. Я даже боялась говорить, что происходит. А мне... Ну, наверное, я не знаю. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Как-то у меня... Ну, у меня, наверное, все-таки терпение украло. Я, кстати, правду я начала говорить, вот или вот. Ну, у меня сегодня, когда... Ну, уже беспредел полный, ушел. А сейчас я же, уже спокойная стала в семье. Ну, что... Ну... Да, бабушка же понимает, что он делает, бабушка же, она чем занималась, она дома сидела, накрасится и пойдет к бабушке с лаком. У меня там муж негодяй, такие дети негодяи. А отец просто, а что он делал? Он работал целый день, я голодный с работы приходил, а дома концерт, непонятная защита. Я когда, знаешь, Алиска маленькая была, она вторая или третья была, я работала на Московском проспекте, там где цветы продают, пазанов разводят, короче, там был ресторан и столовая, днем я в столовой работала на 80 человек, работников готовила, а вечером в ресторане, если там были банкеты. Ну, естественно, я там получала три копейки, у меня Андрей не платил алименты, приносила, да, домой еду и Алиска в школе маленькая, то есть, если когда-то я работала в ресторанах, то там была полбольшая работа, а там практически не было приработка, на чистую зарплату работала. И вот меня повар рассказывает, у нас полуповар, чеченец, как он приехал к Харьков, и первое время он на чехле одевал пакеты зимой, потому что у него не было денег на нормальный опыт, а надо было, чтобы ноги были сухие. И вот я рассказала, это я мотал. Я тогда этого всего не поняла, это я сейчас понимаю, ситуация. Она же тогда моложе была, на пенсии не была, то есть, ну, постоянно дури много, а... Ну, как-то. Ну, черт и шо, вообще, если бы в доме хотят, было бы брать его там, где она с папой живет, у меня шо-то нормальное было. Включай, Тёма, включай, Тёма, включай! Непонятно шоу. И вот она, демонстративная. Я веду! Одевают пакеты на ногу. И обрывают сапоги. Пацаны, я веду. На минуточку. Передо мной мама, Которой муж не помогает. Которая, я ходила в ободранной обуви. А она сидела дурью, маялась, не работала и шо-то еще демонстрировала. Ладно, она бы показала это папе, он муж. А я дочка с маленьким ребенком. Вот сам папа, понимаешь? Она одевает эти пакеты, демонстрирует, шо, какая я бедная, несчастная. Я тут вся трудяга. Я на все время помню, все время убираю, все там делаю. Чтоб она там сильно заботилась, чтоб семья покушала. Сейчас, да, она готова, чуть-чуть убирает. А тогда было, ну, завтра, ну, все равно сейчас иногда в ванной бычке пушить там подоконника. На подоконнике эти бычки оставляют. Чтоб бывало такое, знаешь, руки надо помыть, а на раковине бычок затушенный. Ну, вот от предков это я вообще не пойму, семейство. И она рассказывает, что я тут мешаю ей быть хозяйкой. Там я на кухне вообще появляюсь. Я вот солистка почему квартиру начала снимать. Поставлю чашку себе кофе сделать. Она ее из подруг убирает. Что-то еще собираюсь я сделать. Потом я взяла и сняла квартиру. Но она немножко попустилась. Папа начал спрашивать, в чем дело. Я говорю, ну, спроси у нее, в чем дело. Скорее всего, мама нас не хочет видеть дома. И вот эта бабушка уходит, она постоянно ее обрабатывает. Что я там пытаюсь ее выжить. Я пытаюсь занять ее на местах. Стоим, Светина, стоим, право, выше. Макс, спи внимательно, Макс. Что-то такое-то. А потом она, это, сейчас, то она начала дом делить. Кроме, лицо, 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 лицо. Я говорю, что я упиралась сюда. А вот, все, соглашись, я на шоку. Подожди на голову. Стоим так, ноги вместе, не отворачивайся. Я говорю, ты мне помогала снашиться. Ну, все, я не буду отсюда, не выйду. Я говорю, и бабушка этот же бред говорила. И брат там уже дом отца настраивал приписать на нас. То есть, все уже этот дом делили, кроме отца? Да, в целом. Все упрекали, кроме брата и моего папы, что я там живу. Ну, может, и брат там со стороны упрекал. Ну, что, вот, смотри, пара, просто, вот такая слегка, а я живу потому, что молодец там. Это одно тоже. Отечественно. Можучка. Можучка. Слышишь? Да. Фреши, бесди. Давай. Слышишь, скажу. Не сиди со своим лицем. Торгуров. Дорог. Ходор, Тёма, покажи мне. Да. Ну, как пять вроде. Я понимаю, что Андрей роднее бабушки, а у бабушки и у мамы это деление не нашло. Какое-то деление, у меня мама вышла замуж на покупку, у нее деление купинцы и головины. Брат мой хоть рожден от отца, но он купинцы почему-то. А я головина и раньше преподносилась таким подзором. А я говорю, что я гашу с тем, что головина, я говорю головиной. У нас головины все порядочные рождены. Не пьют, не курят, не гуляют. Мама думала, что этот способ не худеть. Если человеку что-то в башку вложишь, что какой-то не такой. А когда я беременная ходила, она мне постоянно пыталась навязать комплекс. Я говорю, что я толстая. А у меня был правильный муж. Он стал красивым. Мне нравилось мое положение. Я пробовалась, когда я вспомнил себе. И это песня. Я была кругленькая, аккуратненькая. Но мне сказали, что я аккуратненькая. Мне очень шло. И вот так это. Слушай, что она начала делать. Она пошла от полиции на морковку. Она начала рассказывать, что она на десятом месяце беременности была намного худее, чем я. Ну, это ж делилизм какой-то какой-то. Это вот, что она...